Окей, небольшое видео про американское общежитие. Мы в коридоре сейчас. Так, ну это наша дверь. Обычно они сюда еще вешают имена людей, которые здесь живут. Иногда пишут, с какой страны. Это гостиная и кухня. Мы снимали эту квартиру без мебели. То есть здесь вот эти стол, допустим, стулья, лампы, зекола, не знаю, диван. Всего этого не было. Кстати, интересно, нам привезли модем. Мы, получается, сейчас интернет. Коробку просто оставили за дверью. То есть я вот прям открываю дверь, стоит эта коробка. То есть тебе никто не стучит, просто оставляет под дверь и все. На кухне была мебель, ну то есть был холодильник, были вот эти шкафы, была плита раковина. Но не было, конечно, кастрюль, тарелок, ложек и так далее. То, что мне кажется, тоже не было, но поскольку много студентов выезжало на момент, когда мы выезжали, многие вещи нам дали бесплатно. То есть ребята уезжали, просто отдавали просто так. Еще интересная вещь, ну такая прям бытовая совсем. У них есть вот здесь кнопочка. Зачем она нужна? То, что жужжит, получается, вот в сливе, вы видите, там нету вот этих решеточек, которые у нас в России обычно бывают. И когда у тебя забивается, ты включаешь вот эту штуку, и он, получается, продреливает, промалывает любую грязь, которая там есть. У нас окна выходят на парковку, здание напротив. Так, вот эта парковка. Парковка, по-моему, стоит что-то типа 50 или 100 долларов в месяц. А стоимость вот этой квартиры, да, то есть мы снимаем на двоих, то есть две спальни здесь. И стоимость всей квартиры 928 долларов. Мы делим на двоих, получается, примерно от 450 долларов. Сюда не включен интернет. Вот интернет сейчас мы пытаемся установить. Здесь модем и роутер. Стоимость вот как бы интернета 50 долларов на двоих делим, соответственно, 25 для каждого. Можно, конечно, жить вот так. Это считается university housing, они называют это on-campus housing. Можно жить off-campus. То есть вы там видите вдалеке маленькие домишки. Часто вот как бы хозяева этих домов, они создают какую-то часть дома, либо дом полностью студентам. Там, мне кажется, будет немножко дороже и сложнее ездить. Потому что здесь, в принципе, вот в той части, сейчас покажу, вот где-то около вот тут есть остановка. И ты можешь на автобусе, который бесплатный для студентов, доехать до почти любой части кампуса. Кампус сам по себе, он достаточно большой. То есть, я не знаю, действительно ли это не видно, но вот там дальше наш университет. Там же есть там на кампусе банк, почта и так далее. Как все функционирует? Здесь у тебя есть студенческий ID, и он с магнитной картой. И на эту магнитную карту записывает все. Что ты взял в библиотеке, что ты живешь в этой квартире, да, и когда ты заходишь, там нет никакой охраны, нет консьержа. Ты просто проводишь вот так, и дверь открывается. Ну, а дверь от самой квартиры, там она обычная. Один ключ – это в квартире, второй – это от почвы. Вот, получается, это такая гостиная кухня. Так, теперь здесь очень много встроенных шкафов для подсадки. Там, не знаю, чемоданы и так далее. Это такой общий... Это холодильник, заводя ним, что ли. Давайте, в принципе, про цены, да. Вот я приехала, например, да, и я, во-первых, плачу заранее депозит за один месяц, когда я снимаю эту квартиру. Соответственно, это порядка тысячи долларов. Потом мне этот тысячу долларов возвращают. И я плачу, соответственно, за первый месяц вперед. Я приехала, дальше я в каждое какое-то время должна плачивать за квартиру. И обычно это списывается с твоего счета. Давайте по ценам, вот просто интересно. У них фрукты и овощи ты покупаешь не за килограмм, как у нас, ты покупаешь за паунд. То есть, ну, LBS они скачают, это примерно полкилограмма. Допустим, бананы стоят, там, не знаю, за полкило где-то 50 центов. У них какао где-то 3 доллара, хлеб такой вот 1 доллар, такой 1 доллар. Там есть булочки, которые 2 доллара, вот такие. Потом всё там ещё. Вот такие can't food. Фрукты где-то 1 доллар. Jam, большая пачка, 3 доллара. Давайте дальше холодильник, потому что покажу. Яйца, такая громадная упаковка 2 доллара. Шоколадная паста 3, масло 2. Вот такой большой брусок сыра будет где-то 4 доллара. Творог 2 доллара, но совсем не такой, как в России. Молоко, большая упаковка 2 доллара. Арахисовая паста где-то 2-5, смотря какое. Сок, вот такая упаковка где-то, по-моему, 4 доллара. Лимоны там тоже за полкило там как-то идёт. Что тут ещё есть? Вот это нам всё, честно говоря, отдали. Я не знаю, сколько это стоит. Допустим, там упаковка риса будет порядка 3 доллара, если правильно помню. А вот как бы очень много вещей нам просто предыдущие студенты стали, я не знаю, сколько они стоят. Давайте, в принципе, по растратам. Когда я приехала, получается, если мы забываем про квартиру, ты приезжаешь, тебе нужен, соответственно, интернет, 50 долларов. Сим-карта американская стоит в основном где-то около 50 долларов. Иногда, если ты делаешь такой фэмили план, когда интернет объединяется в группы, это будет там 36 или что-то такое. Но это сильно дороже, чем в России. В России обычно я тратила, ну, не больше 10 долларов на связь. Тоже какой-то стройный шкаф, но тут нет ничего, потому что, ну, положить нечего пока. Дальше идут отдельные спадни. Они почти одинаковые по размеру. Здесь не было никакой мебели, то есть вот это всё, это либо привезли, либо купили. Всё ещё в процессе, кровать ещё нет, есть такой матрас. Здесь как бы на окнах решёточки от москитов, от насекомых. И штор нет, но есть такие вот железы маленькие. Ещё, если вы посмотрите, наверху нигде нет лампочки. То есть тут нет света. То есть тут есть только настольные лампы и какие-то другие лампы, если ты покупаешь. Конференция, говорят, тоже нет. Здесь шкаф, ну, немножко беспорядок. И почти такая же другая комната. А, кстати, у них розетки другие, если вы приезжаете. Но я не думаю, что есть смысл покупать адаптер, потому что иногда бывает ребят приезжать со своим адаптером, а он не подходит. То есть тут тоже нельзя, невозможно быть уверенным. Это вторая спальня, она почти такая же. Может, немножко поквадратнее. И вот тут тоже с этой стороны шкаф. Не знаю, видите ли вы. Вот он. И с другой стороны шкаф. Соответственно, здесь можно там побольше, не знаю, вещей хранить. Дальше. Это ванная. Здесь включатель. Обычный там дуж. Вот это вот уже было всё. Зеркало, за которым по обычным американцам бывает аптечка. Это тоже было всё. Соответственно, мы привезли только вот там свои какие-то вещи. Ну, тут ничего особенного. Ну, вот, собственно говоря, у себя квартира. Мы на двенадцатом этаже. Всего здание двенадцатый этажное. Давайте так, какие ещё растраты бывают. Значит, 50 долларов за интернет, 50 долларов где-то за сим-карту. Если ты там покупаешь новый телефон, то тоже там, смотря какой, может быть, 30 долларов, может быть, там, не знаю, сколько-то угодно долларов. Что ещё? Давайте. Ну, ты приезжаешь, конечно, тебе нужно будет там ещё поехать, там, закупить мебели. Тут очень отличается. Вот мы, допустим, покупали очень дешево, очень тихо. Допустим, софа был 40 долларов. Стол, стулья стоили 25 долларов. Но они used, то есть они использованные уже были. Потом, когда ты приезжаешь в университет, там, какой процесс, да? Сначала тебе оформляют вот такую ID-карточку, которая у тебя и твой ID, и твой пропуск в общежитие, и твой вопрос, пропуск, там, не знаю, в джим, в библиотеку и так далее. Потом ты регистрируешься в, как бы, что-то вроде эмиграционной службы. Они тебе выдают форуму I-94. Это то, что ты приехал. То есть I-20 это то, что ты приедешь, а I-94 это что ты приехал. Вот. И они тебе там ставят отметку. Потом ты идешь, там, заключаешь с банком договор. Кстати говоря, вчера я была в банке, тебе выдают временную карту, а потом в твою, ну, постоянную карту ее привозят просто в почту тебе кладут в обычном белом конверте. Вот. Как-то так. Я не знаю, что еще рассказать, как бы, какие стоимости. Конечно, если ты там покупаешь одежду, там, пойти и выпить, не знаю, может быть, смотря сколько вы пьете, там, это может быть и 5 долларов, и это может быть и 50 долларов. Смотреть, сколько вы выпьете. У нас здесь костыли, потому что я сломала палец прямо перед отъездом. Вот. И я на улице, конечно, теряюсь там много не ходить, а если ходить тут на костылях, очень вовремя. Ну, и, собственно говоря, мне кажется, все. Таких вот квартир здесь, вот я не знаю, сколько этажей, я даже не знаю, сколько есть таких квартир, но это не единственное здание on-campus housing, то есть это одно из. Оно предназначено для таких graduate students. Здесь есть еще, да, отдельных жилых комплексов, где не такое высокое здание, они больше как домики маленькие. Ну, конечно, здесь удобнее передвигаться на машине, потому что, например, такие большие продуктовые магазины, они, их нету здесь. Больше как идут такие маленькие магазинчики около нас. А большой, он, до него ехать надо будет. То есть, еще мы ездили, ну, длино, конечно, минут 10, но, тем не менее, там они нечасто ездят. И, конечно, здесь удобнее со своей машиной быть. Вот. Ну, и если у вас будут вопросы, задавайте. Мне кажется, я так основное постаралась рассказать, а не знаю, что еще рассказать. Все, спасибо.